Уж сколько лет подряд я слышу одни и те же вопросы. Очень мне они нравятся. Как себя обезопасить в том или ином случае? Советы очень просты. Не можете справиться со своей уличной безопасностью. Совет прост. Не ходите на улицу. Не можете защититься при использовании кредитной карты? Не получаете ее в банке? Не знаете, как защитить свой смартфон? Используйте старый кнопочный телефон. Боитесь ходить в интернет? Да не ходите. На самом деле выбор у вас невелик. Либо вы будете учиться, либо не используете технологии. Если хотите учиться всерьез, обратите внимание на статьи на wikisek.ru. Если вы к ним еще не готовы, добро пожаловать в мой мир сказок по информационной безопасности. Но помните, ваша безопасность – это ваша проблема. И решать ее за вас никто не хочет. Во-первых, обязательно проверяйте, чтобы на сайте была возможность оплаты не только онлайн, но и наличным переполучением. Это опасит вас от того, что ваши деньги могут уйти в свою машину. Второе – не регистрируйтесь на интернет-магазины с помощью социальных сетей, потому что ваша персональная личная информация может также уйти в позвоночник. Обязательно заводите карту для оплаты online, чтобы для вашей основной карты не была в сети, то есть она не светилась. Мне хотелось бы дать на самом деле один большой глобальный совет всем. Не верьте всем на слово. Пустите немножко параной в свою жизнь. Каждый день мы сталкиваемся с сообщениями, которые не являются правдой. Вы все должны помнить, что дешевые квартиры в центре Москвы – это нереальность, дорогие кроссовки никогда не будут раздаваться тысячами и никто не будет усыплять элитных щенков. Поэтому всегда, когда вы соберете что-то сделать, передайте эту информацию дальше, либо оплатить что-то, либо переслать кому-то деньги. Всегда проверяйте, насколько эта информация является правдой. Мошенников вокруг нас очень много. Всем безопасности!